Анекдот недели. Почему телохранители Трампа не видели стрелка? Да потому что они находились внутри здания, а тот засел на крыши. Смешно, а ведь так оно и было. По информации The New York Post, перед самым покушением на Трампа, местный полицейский спецназ выбрал себе в качестве наблюдательного пункта здание, с крыши которого затем и прозвучали роковые выстрелы. Копы рассудили, что место удобное. До выступающего всего 120 метров. Все как на ладони. Вероятно, теми же соображениями руководствовался и убийца, когда выбрал ту же постройку. Как известно, он успел сделать до 10 выстрелов. Повредил Трампу ухо, убил одного из участников предвыборного митинга и ранил еще двоих. Все это время полиция находилась внутри того же самого здания. Как выяснилось, там имели место и некоторые другие странные мелочи. Например, люди заметили убийцу на крыше за 26 минут до того, как он открыл огонь. Почему они не убрали его со сцены? Я стою и показываю полиции напарной с винтовкой. Ну, 2-3 минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, просто стою вот так. И в следующее мгновение раздается 5 выстрелов. Один из копов даже сделал его фото. Есть сведения, что другой коп, встав на плечи товарища, подтянулся до крыши, но убийца наставил на полицейского свою пушку и тот ретировался. Помните Саида из «Белого солнца пустыни»? Не говори никому. Не надо. Но вернемся в далекое прошлое. 1 сентября 2023 года Такер Карлсон выдвинул, как тогда казалось, бездоказательную конспирологическую теорию о том, что США движется к убийству Трампа. Его высмеяли практически все. Мол, кому нужен этот рыжий чудак, которого вот-вот посадят или впаяют судимость? За что? Придумают, чтобы вывести из президентской гонки. Они сфабриковали дело о событиях 6 января, чтобы объявить Трампу импичмент. Это не сработало и он вернулся. Тогда они обвинили его в суде. Это тоже не сработало. Он стал еще более популярным. Тогда они еще три раза обвинили его, но с каждым разом популярность Трампа росла. Итак, они начали с критики, потом перешли к протестам, потом к импичменту, потом к судебным обвинениям и ничего не сработало. Что дальше? Пороскинь мозгами, чувак. Они стремительно несутся к убийству. Это же очевидно. И вот чуть меньше, чем год спустя, будущему, скорее всего, если покушение последнее, президенту США Дональду выпустили пулю в голову. А от смерти его спасло лишь то, что в отличие от Байдена он все еще умеет ее поворачивать. ФБР опознала стреляющего. Это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бэтлпарка, штат Пенсильвания, который, по словам официальных лиц, был вооружен винтовкой и произвел до 10 выстрелов. Прежде чем снайпер секретной службы наконец собрался с мыслями или получил разрешение на ликвидацию после неудачи и застрелил его. Нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены с возвышения за пределами места проведения митинга. Сотрудники секретной службы США его ликвидировали. В настоящее время нападавший скончался. Подозреваемый был одет в футболку и коричневые камуфляжные штаны, которые гармонировали с цветами здания, на крыше которого он находился. Известно, что террорист пожертвовал 15 долларов избирательному комитету демократов, что показывает нам его политическую ориентацию. Итак, перед нами молодой, накачанный демократической пропагандой парень, который любит оружие и которого обрабатывали нужные люди в недели или даже месяцы. Что могло пойти не так? Да, вчера Байден называет Трампа угрозой для страны, сегодня не самый умный. Помним, что он пожертвовал аж 15 долларов миллионером из демократической партии. Парень решил помочь дедушке Джо и грохнуть угрозу. Иными словами, промыли мозги внушаемому идиоту. Он взял родительское оружие и пошел приносить демократию. Повезло, что он стрелял в голову, а не в туловище. Ну а Дональда спасло лишь то, что он вовремя отклонил свою мишень на плечах. Байден после неудачи стрелка заерзал на шатком стуле почти моментально. Созвонился с Дональдом, а также выступил публично с осуждением террориста. Ну кто так стреляет? Правее надо было. Шутка, конечно. У меня есть мнение, но у меня нет фактов. Поэтому я хочу убедиться, что у нас есть вся информация, прежде чем делать какие-либо комментарии. И тут же благодарить секретные службы за то, что они спасли Дональда и что в Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация. Ох уж этот лицемер с прогрессирующим Альцгеймером. Хорошо, хоть в этот раз слова на бумажке не попутал. В его штабе, разумеется, прекрасно понимает, что в этот роковой для демократа в день Трамп окончательно закрепил лидерство предвыборной гонки и превратился в глазах простых американцев в нового Рузвельта. Повторю предположение, что теперь он легко станет президентом. Но опять же, если доживет. Мы друзья, коллеги, граждане. И самое главное, мы американцы. Вчерашняя стрельба в ходе выступления Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад и оценить данную ситуацию. К счастью, бывший президент пострадал несерьезно. Я рад, что у него все хорошо, и мы сжил продолжаем молиться за него и его семью. Президент Украины отреагировал на покушение на Трампа, обещавшего закончить войну на Украине за 24 часа, лишь спустя 11 часов. Вероятно, не мог поверить, что ему в очередной раз так не подпортило и миллиарды долларов без бескусного распила в обозримом будущем перестанут течь бездонные карманы, а его самого за неданобностью выбросят на обочину истории. Циничный и издевательский по своей сути пост после покушения на Трампа от нелегитимного уже не удивляет. Ужасное преступление, которое можно только осуждать, которое демонстрирует, насколько серьезны вызовы глобально сейчас перед демократией. Насилие ни в одной форме нигде абсолютно не должно возобладать. Я уверен, что Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки всем пострадавшим. Пусть каждый злой умысел терпит неудачу. Рад он, конечно же. Тем не менее, дистанция, отделяющая от выборов США 5 ноября, относительно велика. Как только демократы переведут дух, противостояние разгорится с новой силой. Серьезная угроза, маячащая в горизонте, заключается в том, что предвыборная борьба может принять непредвиденный ожесточенный оборот. Сюрпризы по-прежнему возможны, в том числе и наподобие недавнего инцидента. Все будет зависеть от политического имиджа и ораторского мастерства Трампа. Экс-президент США будет в центре внимания, начиная с речи, которую он произнесет на съезде республиканской партии в следующий четверг. Продолжит ли он агрессивные нападки на демпартию и Байдена, если того, уйдут в отставку? Именно в день покушения, именно в тот самый момент, когда окровавленный Трамп с гордым видом скинул кулак вверх, показалось, что в его кулаке зажаты ключи от Белого дома. Осталось лишь открыть двери. Субтитры создавал DimaTorzok